Как вы вообще собрались капитально ремонтировать дома, если вы в этом году ничего не сделали абсолютно? Но этот вопрос остается без ответа. Глава фонда содействия капитальному ремонту Александр Караваев в Первоуральск сегодня не приехал. Его заместитель тоже. В итоге докладывать приходится техническому специалисту, как он сам себя называет. Если вы некомпетентны, то что же вы приехали? Логично? Логично, но я компетентен и во всех вопросах. Докладчик уверяет, к Новому году будут полностью готовы 8 домов. По словам местных чиновников, отремонтированы только 5 зданий. В остальных, а их больше 40, много проблем. В части где-то электроснабжение, в части домов водоснабжение, в части домов водоотведение. Ну и естественно фасады и отмазки. Ввиду погодных условиях эти мероприятия все перенесены на 2016 год. Но по словам представителя фонда, во всем виноваты подрядчики и сами жильцы. Одни срывают сроки, вторые не пускают рабочих в квартиры. Поэтому и капитальный провал программы никто не признает. Напротив, представитель фонда заявляет, в следующем году приступят к ремонту 86 домов. Только вот жителям придется еще больше раскошелиться. С 1 января свердловчане будут платить на 32 копейки больше за квадратный метр. В сроках проведения конкурсных процедур ничего менять не собираетесь. В тех заданиях ничего менять не собираетесь. В метрах ничего не собираетесь менять. Вы собираетесь только поднять плату за капитальный ремонт и искать на рынке других подрядчиков. Но это не работает, поймите. А так и со всех сторон технический специалист не выдерживает. Депутаты решают, ответственного лица из фонда им не дождаться. Поэтому они будут готовить обращение к губернатору по поводу неудавшейся программы капремонтов в Первоуральске. В этот раз на заседании звучит еще одно громкое заявление. Депутат Андрей Углов предлагает в новом году перейти на новый устав. Зачем ждать 17-й год? То есть можно... Крапинии, на любую цепочку. Там несколько полномочий, несколько вариантов есть. Я отметил, что не пора ли нам переходить на одноглавую систему и Новый год начать жить по-новому, потому что достаточно дорого наша администрация сейчас обходится жителям Первоуральска. Для введения нового устава нужен либо распуск Думы, либо досрочная отставка главы города. Глава Первоуральска Николай Козлов заявляет, готов снять с себя полномочия, если того потребуют депутаты. Непопулярные меры, конечно, но я свое мнение высказал. Можно задать вопрос, а что, мы плохо живем, что ли, или плохо работали два года? Обсуждение переводят в шутку, но позже выясняется нешуточная проблема. В этом году народные избранники смогли выхлопотать для горожан всего 6 грамот от областного законодательного собрания, хотя имеют право на 17. Депутаты клятвенно обещают, в новом году они обязательно добьются награды для всех, кто ее достоин. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.